Привет, друзья! Любой объект недвижимости – это сложный продукт, раскрыть весь потенциал которого в обычном объявлении на агрегаторе просто невозможно. На помощь нам приходит видеоформат, который сейчас имеет огромный потенциал на рынке недвижимости, но мало кто из брокеров способен делать это качественно и регулярно. С недавних пор мы на канале начали делать такие обзоры, к примеру, вы можете посмотреть наш обзор дома в коттеджном поселке Монтевиль по ссылке, а сейчас я хочу презентовать вам жилой комплекс «Дом в Сокольниках» и находящуюся в нем мою квартиру, которую я на днях выставил на продажу. Отмечу, что именно такие экспертные ролики делаются крайне редко, и это неудивительно, снимать их очень сложно. Вы можете оценить мои первые попытки трехлетней давности, когда я пытался сделать обзор на свою же квартиру. Здравствуйте, меня зовут Алексей Аверьянов, и сегодня я хочу вам провести экскурсию по квартире в стиле арт-деко, который находится в жилом комплексе «Дом в Сокольниках». Забавно, не правда ли? Сегодня, надеюсь, вы сможете оценить, насколько я прогрессировал как блогер и эксперт-обзорщик с тех пор. Надеюсь, мой обзор подарит вам какой-то новый взгляд на вашу собственную недвижимость, ну или в конце концов привлечет конечного покупателя, который влюбится в мою квартиру и купит ее. С вами ВДТ, цикл выпусков «Реквест». Мой личный квест в недвижимости, только мой опыт, мои действия, мои эмоции. Поехали! В комплексе 492 квартиры, 5 секций переменной этажности от 22 до 35 этажей. В новых домах стали делать более узкие парковки. Здесь, конечно, такая парковка, она буржуйская, можно сказать. Наличие автомойки в жилом доме, прямо в подземном паркинге, это реальное преимущество. Вот это как раз блок, в котором находится наша квартира. Из лифтового холла мы попадаем в прихожую квартиры. Она достаточно просторная. Мы здесь, собираясь с утра, не толкаемся. Пространство гостиной мы решили не отделять. Вот пространство кухни и столовой. Мы пожертвовали гардеробной комнатой, в результате чего у нас образовалось такое огромное пространство для спальни. Комната очень просторная. Здесь есть место, где поспать, позаниматься спортом, делать домашние задания. Как жалко продавать эту квартиру. Прежде чем перейти к квартире, несколько слов о жилом комплексе, где я живу. Дом сдан в 2010 году, застройщик компании «Донстрой», 5 секций переменной этажности от 22 до 35 этажей. В комплексе 492 квартиры. Его основное преимущество – это, безусловно, локация. Дом находится прямо у метро и в пяти минутах от парка «Сокольники». При этом не будет преувеличением, если я скажу, что это лучший дом рядом с парком «Сокольники». Про парк не буду рассказывать детально. Вы и так все про него знаете. Лично для меня его преимущество в том, что здесь есть вся инфраструктура для бега и велопрогулок. Ведь парк «Сокольники» плавно переходит в Лосиный остров, а его территория – это почти 5% всей территории Москвы. Я даже делал большой маршрут на велосипеде до города Королев, почти не выезжая на проезжую часть. А еще «Сокольники» – это, конечно же, исторические велосипедные мекка. Тут всегда можно сделать ремонт и технический осмотр велосипеда или купить какие-то детали. А это моя любимая тропа здоровья, где я стартовал свой первый марафон в прошлом году. Здесь сделали и поддерживают в хорошем состоянии грунтовое покрытие. Сама тропа полностью проходит по лесу, так что здесь не жарко даже в самый солнечный день. А еще на всей дистанции, которой 2,8 км, сделали освещение в темное время суток. Теперь бегать здесь можно не только круглогодично, но еще и круглосуточно. В пяти минутах от дома находится Ледовый дворец «Спартак», где дочка занимается фигурным катанием, а сын ходит в хоккейную секцию. Многие родители возят сюда своих детей с другого конца Москвы, а у нас пешком можно дойти. Близость к метро, безусловно, важный фактор при покупке квартиры. Но станции метро тоже разные. Во всяком случае, у метро «Сокольники» жить крайне комфортно. Помимо того, что само метро буквально в трех минутах от двери квартиры, а я реально засекал, здесь еще и строится новая станция большой кольцевой линии метро «Стромынка». Конечно, стройка возле дома, да еще такая грандиозная, явление крайне неприятное, но мы уже пережили большую часть процесса, и новым жителям моей квартиры останется ждать совсем недолго. Зато это огромнейший потенциал для улучшения и без того неплохой транспортной доступности района. Так здесь еще сконцентрирован максимально возможный набор торговой, банковской и общепитовской инфраструктуры. Почти любой из сетевых продуктовых магазинов находится в пешей доступности. Это «Лента», «Перекресток», «Азбука Вкуса», «Магнолия», «Магнит», «Дикси» и другие. Я как предприниматель еще пользуюсь услугами сразу нескольких банков, и все отделения находятся прямо вокруг моего дома. Это «ВТБ», «Сбер», «Газпром», «Альфа-банк» и даже банкомат Тинькова есть. Про набор ресторанов и кафе я вообще молчу, на любой вкус и кошелек. А еще здесь большой выбор школ и детских садов. Школу, в которую ходит Ангелина, видно из окон квартиры. На территории жилого комплекса есть такая небольшая детская площадка. Она, конечно, совсем малюсенькая по размерам, но это не так важно, потому что в парке есть огромный выбор различных площадок. Но вот то, что меня действительно смущает здесь, это вот эта парковка, потому что здесь ради буквально двух пар десятков машин заняли целое пространство, которое можно было бы использовать под расширение детской площадки или сделать благоустройство, поставить скамеечки, сделать такую прогулочную зону. Друзья, театр начинается с вешалки, а любой жилой комплекс начинается с въезда в паркинг. Здесь вот по инициативе одного из жителей сделали новую систему шлагбаумов. То есть можно установить приложение, его там по QR-коду специальным образом запрограммировать. Подъезжаешь к шлагбауму, он сам открывается. Раньше надо было брать карточку и, соответственно, открывать окно, а там может быть снег, дождь и все остальное. На самом деле в новых домах стали делать более узкие парковки. Я был в некоторых новых жилых комплексах, смотрел тоже вот паркинги, которые там находятся. И, конечно, сейчас пытаются максимум выжить из той площади подземной, которая есть. Уже не делают такие широкие проезды, такие широкие места. Здесь, конечно, такая парковка, она буржуйская, можно сказать. Несмотря на то, что машины места стоят достаточно дорого, все равно без них невозможно, потому что это, конечно же, совсем другой уровень комфорта. Ты приехал, неважно какая погода, особенно у нас здесь прям совсем недалеко вход в подъезда. И самое интересное, что лифт сразу с паркинга поднимается на этаж. Наличие автомойки в жилом доме, прямо в подземном паркинге, это реальное преимущество, потому что ты приехал на машине, если здесь свободно, просто заехал, отдал ключи, если нет, то поставил рядом, отдал ключи, и можешь за ними вернуться уже позже, оплатить даже позже. И твою машину уже поставят на свою машину место. Самое интересное, что я любитель велосипеда, и когда по бездорожью поедешь, то можно и свой велосипед еще помыть. То есть прямо заехал в паркинг, поставил велосипед, по-моему, 150 или 200 рублей, его обдали, и все как новенький. Сейчас в новостройках уже делают входные группы, и идет целая борьба между застройщиками по тому, кто лучше сделает, у кого лучше, интереснее будет дизайн. Здесь застройщик 10 лет назад, в принципе, сделал очень неплохой дизайн. Это входная группа, наш подъезд, он интересен чем? Что есть, во-первых, место, где могут посидеть гости, которые там раньше времени пришли, или курьер подождать. А еще здесь есть круглосуточный консьер, который также примет посылку от курьера, закажет пропуск и может сделать какие-то другие вещи. А самое главное, что здесь подъезд все время под присмотром. На самом деле, очень удобный лифт, потому что в него можно въехать прямо на велосипеде, и также из него и выехать. Из подъезда или из паркинга мы попадаем прямо на этаж. Здесь находится такой лифтовый холл. Во-первых, у нас три лифта. Во-вторых, на площадке всего три квартиры. Я говорил про то, что есть некая пятая секция, в которой на этаже семь квартир. Это, конечно, совсем все по-другому. У нас здесь тихо, спокойно. Самое интересное, что вот это как раз блок, в котором находится непосредственно только наша квартира. Несмотря на то, что у нее есть определенный метраж, но по факту вот это все пространство, оно наше. Здесь стоят наши велосипеды, самокаты. Очень удобная тележка для продуктов. Можно прямо из паркинга все загрузить и поднять на этаж. Здесь мы сделали такой шкафчик для обуви. Достаточно просторный. И все это лежит здесь, вне квартиры. Никто это ничего не берет. Даже вот ключики сделали, но ими никто не пользуется, потому что все тут спокойно. Про мусор. У нас, несмотря на то, что дом современный, сделан мусоропровод. Но он, во-первых, находится в отдельном помещении, за герметичной дверью. То есть никакого запаха, дискомфорта абсолютно нет. А еще самое интересное, что если уже вечер, и вам лень идти даже до мусоропровода, можно просто оставить мусорный пакет рядом с дверью, и там несколько раз в день приходит уборщица, его забирают, просто он исчезает. Из лифтового холла мы попадаем непосредственно в прихожую квартиры. Она достаточно просторная. Это определено тем, что здесь очень большая глубина этажа, а еще здесь стоят такие четыре пилона. Комнаты уже выдвинуть сюда невозможно было. С одной стороны, это пространство занимает 20 квадратных метров. С другой стороны, мы здесь, например, собираясь с утра, не толкаемся, и этой площади достаточно для того, чтобы четыре человека спокойно могли одновременно собираться. А дальше очень несложно сориентироваться, потому что левая часть квартиры – это кухня-гостиная, и правая – это две спальни, спальня и детская комната. Пространство гостиной мы решили не отделять от пространства кухни и столовой. Здесь в общей сложности где-то в районе 60 квадратных метров, и действительно, это такое семейное место. Во-первых, здесь стоит огромный диван п-образной формы, но на самом деле он у нас чаще всего находится в разложенном состоянии. Вот так он выдвигается. Здесь такое целое лежбище котиков, и можно спокойно смотреть телевизор всей семьей. Часть гостиной – это рабочая зона, которая находится в эркере, с прекрасным видом, особенно ночью. Соответственно, зона столовой и зона кухни. Кухня, несмотря на то, что не находится в отдельном помещении, но она закрыта от гостиной стеной, тоже такой п-образной формы. Если помните, был выпуск, где я готовил кайзершмарн, и как я достаточно быстро здесь все это делал и оперировал. Очень удобно, потому что на расстоянии вытянутой руки мойка, готовка, можно порезать что-то, холодильник, все приборы. На самом деле очень эргономичное пространство. Самое интересное, что сидя на диване не видно, что здесь происходит. Вообще дизайн кухни во многом предопределил весь дизайн квартир, потому что мы сначала определились с этим сочетанием белого, черного и дерева. Дальше это уже определенное влияние произвело и на другие помещения, в том числе, например, выбрав вот эти панели из оливы, мы решили сделать полы полностью из оливы. Здесь есть большой стол, который в сложном состоянии на 6 человек. Он может разложить, и он получается на 8. Так, по большому счету, и 10 человек тоже может сюда сесть. То есть пространства достаточно для того, чтобы какие-то застолья делать, что у нас в России, в принципе, любят. Так, пойдемте дальше. Теперь переместимся в спальный блок. Здесь у нас две комнаты. Одна взрослая спальня, другая детская. Говорят, что спальня большой быть не может. Вот мы, в принципе, склонны так же считать, поэтому мы пожертвовали гардеробной комнатой, которая потенциально могла располагаться здесь. Вместо нее сделали вот такой красивый шкаф. В результате чего у нас образовалось такое огромное пространство для спальни. Окна выходят на восток. Соответственно, здесь встает солнце. Но на самом деле это не совсем комфортно, когда ты просыпаешься, и тебе прямо в глаза солнце светит. Поэтому мы делали такой блокаут шторы. Ни ночью никакого света нет, ни с утра. То есть абсолютная темнота. Мы 10 лет назад делали ремонт в этой квартире. Тогда была мода на такие многоуровневые потолки. Сейчас я считаю, что это такой дурной тон, что называется. И более того, это даже, наверное, некий признак морального устаревания уже недвижимости, о чем я говорю и критикую многих собственников, кто так сейчас продолжает делать. Тем не менее, в нашей квартире, я считаю, мы сделали это очень, во-первых, качественно. Конкретно в наших помещениях такая форма потолков все равно остается актуальной. А теперь давайте пройдем в детскую комнату. Когда мы делали ремонт, у нас еще в планах даже не было сына. У нас была дочка. Поэтому эта комната и имеет такие цвета и мотивы. Собственно, это и есть причина, почему мы продаем квартиру. Потому что этой комнаты для двух разнополых детей уже недостаточно. Комната очень просторная. Здесь есть место, где поспать, где позаниматься спортом, где сделать домашнее задание. А еще она очень светлая, потому что здесь расположено такое огромное, почти панорамное окно. Как жалко продавать эту квартиру. Еще пару слов хочу рассказать про окна в этой квартире, потому что здесь мы полностью поменяли все окна во всех комнатах. Дело в том, что застройщик установил какие-то стандартные стеклопакеты, которые нас не устраивали ни по внешнему виду, ни по энергоэффективности. Мы решили их поменять. Очень даже об этом не жалеем. Конечно, в это потрачено было очень много денег. Во-первых, площадь остекления очень большая. Во-вторых, просто чтобы поднять эти огромные окна, нужно было вызывать грузовой лифт, опускать его на этаж ниже и на крыше лифта поднимать эти окна. По-другому они просто в квартиру попасть не могли. Я думаю, что будущий собственник должен будет это оценивать. В квартире два санузла. Сейчас мы с вами посмотрим основной санузел. Здесь просторная столешница с двумя ракминами. И огромная такая угловая ванна. Может быть, вы видели, как дети резвились у меня здесь, когда мы снимали специальный выпуск про пенный брандсбой. Места, в принципе, очень много. Тоже просторно, светло. И здесь есть еще такое техническое помещение, которое обязательно нужно. Здесь стиральная, сушильная машина и наша доска с магнитиками, которая у нас не хранится на холодильниках, потому что холодильники встроенные. И сделали специальное такое отведенное место. Ее можно из квартиры легко поднять и вывезти. Ну или если вам понравилось, то мы эту осколку вам оставим. Но магнитики заберем. Друзья, на самом деле меня удивляют собственники, которые пытаются как-то скрыть явные или даже скрытые недостатки, которые могут выползти потом. Я не из таких, поэтому я должен объективно смотреть на вещи. В частности, у нас, например, здесь есть небольшая проблема с полом. То есть со временем он немножко рассохся, появились щели, где-то есть царапины, неровности. Мы это осознаем, понимаем. Более того, у меня наконец-то появилась компания, которой я могу доверять любые, так сказать, половые вопросы. Это компания «Пол вам в дом». И более того, я вызывал сюда технолога, который сказал, что вариантов вылечить, эта проблема нет. Скорее всего, нужно будет полностью менять пол. Так, друзья, как и говорил, у нас есть проблемы определенные с полом, и поэтому позвал специалиста. Это Константин из компании «Пол вам в дом». Мы сейчас пройдемся и посмотрим, что можно сделать по демонтажу и сколько это будет стоить. Ну, здесь нарушена технология. То есть недостаточный зазор, да? Да, похоже, недостаточный зазор. Скорее всего, внизу у плитки есть выступ какой-то, в который она уперлась. Здесь упор, ну, через пробку и компенсатор. Сделан понятно. Маленький, конечно. Но он и здесь будет, конечно, хорошенько поднялся. Ситуация, конечно, не очень хорошая, потому что наверняка новому владельцу не понравится вот эта вот лодочка. Ну, естественно. Скорее всего, все-таки на придирчивого потребителя под снос. Да, я понимаю. Ну, и вряд ли мы просто будем оливу как бы уже класть, потому что ее выборы очень маленькие. Соколи. Вот это сохранить удастся, в плане того, что обои не отойдут. Если брать плинтус не меньшей высоты, можно поверху плинтуса прорезаться малярным ножом. Ага. И, соответственно, отрыв не будет вызывать уже... Понятно. Ну, тут достаточно высокий, я так понимаю, плинтус. То есть придется еще поискать тоже. 50, по-моему. Или 8. Ну, да, 8-очка. Не проблемная плитка, у вас восьмерка, пусть проблемная. Окей. Ну, вот здесь, насколько я помню, не очень смогли выровнять, и они начали что-то здесь колхозить. Да, вот здесь. А это все, да, отклеилось, поэтому... Это починка, да? Да, это починка, да. Но здесь, теоретически, как бы, если все переделают, я думаю, что и плитку можно переложить все, и вот убрать вот эту вот задумку дизайнера. Ну, вот она, на самом деле, оказалась ни к чему, да. Вот эти вот разные высоты, это, видимо, плиточник, да, накосячил. А, вот это? Ну, да. Ну, я думаю, это все надо убирать, делать обычный переход. А у вас есть возможность сделать комплексную работу с точки зрения того, что надо же шкафы эти разобрать, собрать? Ну, то есть это достаточно сложные, тяжелые... Да, конечно. То есть это такие с тяжелыми дверьми, да. Да, это реально. Судей наших паркетчиков есть и те, кто занимается сборкой мебели. Нам нужно составить смету. Точно определиться материалом, понять, сколько у нас займет это по времени. Дальше два варианта. Либо мы это делаем сами, или сам заказчик уже делает, передаем. Сейчас мы тогда замерим площадь, если померки сделаю, которая необходима участь в смете. Хорошо, все, супер, спасибо. Что мы можем сделать? Мы можем посчитать сумму, которую ребята выставят за демонтаж и монтаж нового пола и просто скинуть ее, потому что на самом деле каких-то моментов, с которыми невозможно было бы жить, их здесь нет. Да, и мы спокойно живем и не испытываем какого-то дискомфорта. Но я понимаю, что человек, который покупает квартиру, он хочет, чтобы было все плюс-минус идеально или недалеко от идеала. Поэтому мы, как строительная компания, и плюс с таким подрядчиком, профессиональным и опытным, готовы в цену этой квартиры сделать просто новый пол, который будет идеально ровный по всей квартире. Я думаю, что покупатели это оценят. Более того, если здесь вдруг какие-то найдутся другие недостатки, то, естественно, мы их все обсудим. Ну, по-моему, сейчас вроде как все здесь окей, ничего здесь больше переделывать не будем. Друзья, мы на самом деле рассматривали варианты перепланировки, потому что в крайнем случае, если нам не удастся продать квартиру, мы будем переделывать ее в четырехкомнатную. И я понимаю, что, скорее всего, в этом метраже покупатели потенциальные будут рассматривать такую квартиру, как именно четырехкомнатную. Какие здесь возможны варианты? У нас свое архитектурное бюро, и вот дизайнер-архитектор придумал два варианта, как сделать из этой квартиры четырехкомнатную. Первый вариант. Мы просто вот это пространство гостиной отделяем и делаем здесь хозяйскую спальню. Будет огромная классная хозяйская спальня со своим блоком гардеробной комнаты. Здесь стена сносится. В принципе, остается достаточно пространства для того, чтобы оставить такую студию в виде кухни, столовой, гостиной. Естественно, диванчик будет чуть поменьше. И второй вариант. Это когда мы берем, оставляем кухню, делаем вход отсюда, выделяем спальню у окна и оставляем чуть больше пространства под гостиную-столовую, которая остается в размере 30 квадратных метров. Оба варианта абсолютно проходные, без переноса мокрых точек. Соответственно, их можно будет спокойно узаконить. И таким образом абсолютно легально квартира из трехкомнатной превращается в четырехкомнатную. Так, друзья, пару слов про инженерию в этой квартире. Особенность – это то, что мы здесь установили приточно-вытяжную вентиляцию. Я аллергик, и для меня это очень важно. Когда идет весна, цветение, у нас закрыты все окна, при этом воздух в квартире обновляется несколько раз за день. Вот я хочу показать как раз, как несложно меняется фильтр, потому что как раз подошло время его замены. Так, надо ее отключить. Да, процесс такой, скучный. Нужно открутить вот такие четыре болта без какого-либо специального инструмента. Снять крышку. Ну вот, вы можете посмотреть, сколько всего не залетело в квартиру. Менять нужно примерно раз в два месяца. Все, вуаля. Ну все, фильтр поменяли. Теперь еще немножко о кондиционерах. Здесь стоит сплит-система, но это именно инверторные кондиционеры. Они установлены в каждой комнате. И грамотно сделано с точки зрения того, что, во-первых, подача воздуха от приточки идет прямо сюда. И сами кондиционеры не дуют ни на кровати, ни на диван. И можно спокойно сидеть и не чувствовать холодный воздух. Самое интересное, у них есть такой классный ночной режим. Очень тихий, очень спокойный. Вообще не слышно, но при этом очень прохладно и хорошо. Вполне распространенная сейчас вещь, но 10 лет назад ставили редко. Это фильтр воды с функцией обратного осмоса. Еще с дополнительным баком. Всегда воды хватает для того, чтобы в кастрюлю налить литров пять. В чайник залить. Отлично. Красивейшие закаты, всегда разнообразные. И вид на ночной город – это то, что действительно не хочется отдавать вместе с этой квартирой. Но действительно нужно двигаться дальше. И мы попробуем найти что-то не хуже, чем то, что у нас есть сейчас. На закат можете посмотреть. Купить эту квартиру мне очень помогли мои родители, за что я всегда буду им благодарен. Это место всегда будет связано для меня с самыми светлыми воспоминаниями. Ведь здесь выросли мои дети. Но пришла пора двигаться дальше. В следующих выпусках смотрите, как я буду выбирать новую квартиру. А на сегодня все. Напишите, насколько вам понравился формат такого презентационного ролика. Поделитесь в комментариях ссылками на аналогичные ролики с экспертной презентацией недвижимости, которые вам запомнились. Это был ваш личный гайд по недвижимости и строительству ВДТ. И я, Алексей Аверьянов. Владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока.